Наступил тот день, когда я еду. Такая счастливая, даже не верю, как во сне. В порядке все у меня. Смотрите, какая красота. Всем привет, мои дорогие зрители. Я в Патрунице. Вижу, аж кема своего. Мы находимся в сказке. У нас с мужем такой активный, насыщенный день. Идет бабуля с ними посмотреть, где учатся мои внуки. Турко-туристу. Какие вот дела у нас. Как вы догадались, мы уже едем. Смотрите, какие у нас сумки. Обалдеть. Всем привет, друзья. Мы находимся на автовокзале. Как вы видели уже, мы в дороге. Конечно, Светлана так встала. Все отдохнули, все в силе, при силах, кроме меня. Но я знаю, что я выдержу, еще буду сильнее. Столько у нас сумок было. Как это я все поместила в эти сумки, не представляю. Сейчас мы едем на новом автобусе. Лео Смаллы. Посмотрим, что он из себя представляет. А вот и эти. Говорят, хороший автобус. Посмотрим, что и как. Снимаю, как вы себя ведете плохо в автобусе. А ну, садись. Марик, где? Она здесь. Баба, это я Марик. Ее вот только волосы. Всем привет. Меня зовут Катя. Малия. Ай, ай. Без зубы, больно. Конечно, им скучно, они. Нам скучно, а у меня ничего не здесь. Нету, знаете, их сумок, кстати, я удивилась. Автобус шикарный, но нет мониторов даже. Мониторов нет. Бабуля им купила. Что сделала ты ему? Так. Доброе утро. Доброе утро. 23 градуса. 7.41. На грузинском времени. Мы, наверное, скоро уже приезжаем. Спасибо Бубу и Вселенная. Дорога была хорошая. Видите, вместо ночи появилось, что мы расселись. Марик, как королева была. А это то кресло спало. Дети тоже спокойно расположились. И мы автобусы нарушили. Правда, видите, уже нету мониторов где-то. Интернет есть, а монитором это куда может проснуть. Потому что, говорит, уже все в мобильниках и нет необходимости. Эти телевизоры. Так что вот такие дела. А еще нам предстоит эти сумки тащить через границу. Ну, я выспалась. Где сяду, там и сплю. Меня укачивает, а я все время сплю. Вот возвращаемся мы опять в Батуми. Я вот переодела в виде тапочки. А так было у меня ноги. Типа, там и море. Видите, море там. Черное, более спокойное. Вчера был дождь. Хотя бы сегодня не было дождя. Хотя передают тоже. В принципе, не так холодно и не страшно. И мы почти дома. Я думаю, в 9 часов. Я думаю, что мы будем на границе, может, больше. Сейчас по 7 часов. Сейчас посмотрю на карте, сколько это. Так что вот мы почти дома. Еще небольшая. Самая трудная впереди. Это граница. Потому что мы-то сейчас зубы не тащим. Свои. А вот немножко придется потом помучаться. Ну что. Осталось чуть-чуть. Мы в Батуми. Так мы хорошо доехали. С Хопы на такси доехали за 350 до Сарпы. Спокойно пришли к таможню. Многие, конечно, не работали. Ни длифты. Но ничего потихоньку. Очереди вообще не было нигде. Какой я первый раз в жизни. И сейчас, когда вышли в такси, все нам предлагали самослуги. Но дорого. Моя дочка вызвала такой специальный такси по приложению. Вот мы едем. Так что вот. Полотина стала. И мы... На Больдом Крым. Дороги меньше суток. Мама, не поднимай тяжести. Вот эту одну возьму. Не, вот эту можно. На эту сторону можно. Кабуля. Вот куриное филе. А, кушаешь? Голубцы. С картосочкой надо. Хачапури. Посмотрите, какие мама делает хачапури, моя мамочка. Мамочка, ты соскучилась по детям? Мама, знаешь почему? Потому что подписчики говорят, вы мучаете свою маму, заберите от нее этих детей. Я очень не могу без детей. Вот. Слушайте, я говорю, мы не мучаемся, не издеваемся над мамой. А она не может без детей. Видите, как она нам приготовилась. Дай курочку. Взял, мамочка, мама. Еще курочку. Ты взяла этот стакан? Ша минуту принесу. Мари, привет. Поздоровайся с моими зрителями. Привет. Сейчас мы с Мари раскладываем заколки. И смотрите, мои дорогие. И вот, смотрите. Подними повыше чуть-чуть. Сколько заколок. Сколько заколок новых. Это Мариуси. Не только Мари, но и Бар. Вот. Царство заколок. И тут же еще понесколько. Смотрите. Подними повыше, Мари. Видите? Вот, смотрите. Еле сложили. И это только резинки. Кстати, а у тебя еще вот такая заколка с Микки Мяусом мы не нашли. Надо посмотреть. Есть. Вот, мои друзья. Смотрите, как платье это. А Ирмочка? Ирмочка! Ирмочка вон лежит. Я просто положу на место, ладно? Ага. Возьми, если нет, поближе возьми тебя. Как удобно читать. Так близко не надо, что, глазами не видишь ты? Ты не видишь глазками? И вот здесь еще старое выбрасываем, а новое собираем. Какая погода в Батуми. Видите? Вид такой, конечно, не сравнить с Мерсином. Тучи черные. Приехали мы на дождь. Хотя мама говорила, что здесь такая жара была. Мы приехали, и все похолодало. А у меня нету теплых вещей. Только одна куртка, дождевик. Вот. Так что надо быстрее уезжать в Мерсин, пока мы тут не замерзли. Даже белье постирать не можем. Белье здесь свешивают вот так вот, да? Когда в Турции еще некоторые приезжают и говорят, соседи повесили, блин, смотрите, как соседи повесили прямо над нами это их белье. А посмотрите, как грузы. И так у всех веревки. Вот. Я даже удивилась. А как нужно белье сушить? Почему даже не на балконе, там на сушилках? Вот у мамы тоже. Такой трост. И у многих, у всех соседей. Ну, вот так вот как-то. Друзья мои, мы идем с Ашкемом по Батуми и даже нам не верится, что мы здесь. Что мы на свободе, без кого-либо. Боже, это как мы счастливы. Конечно, и обидно, что мы скоро оставим своих сладких детей. Сейчас мы вышли погулять, разменяли евро и решили, чтобы деньги были, да? Хотя дома все есть, продукты и фрукты, все, что хочешь. Но все равно, когда деньги в кармане есть, как раз человек более увереннее и спокойнее себя чувствует. И нам нужно узнать, здесь есть еще маме грамма. Мы тоже гуляем. Дождик перестал, а то был такой супер обалденный. Вот мы сошли, маме. Несмотря на то, что дождливая погода, все равно людей здесь очень много. Сейчас буду вам показывать улички. Конечно, улички отличаются от мерсиновских тем, что здесь переполнено и очень много людей. Вот такая вот, такой многоэтажный дом. Рядом такой низкоэтажный, здесь опять многоэтажный. И вот так вот. Ну, как всегда, цены здесь не радуют по сравнению с мерсинскими. Тут килограмм арбуза лар 40, персики и абрикосы 3,50. Вот как-то так. Ашкент так рассматривает деревья, он в жизни никогда не обращал внимания на цветы. Сейчас так смотрит. Вы видите, куда дошли. Ищем монеграмм. По Туме нет монеграмма, и никто не слышал, что это такое. Не то, что никто, но молки. Погода, видите, какая опасная. Но мы так хорошо гуляем с ним. Наслаждаемся жизнью. Сейчас идем к моей подружке. Магазин цветов. Ирмочка моя. Ума. Посмотрите, что я увидела. Криптообменники в городе Батуми. А кто-то не верит в крипту. А она уже пришла. USDT, ТТР. Кстати, как это все работает? Надо разобраться. Мобилури, телекомпания. Так. И купить крипту. Обалдеть. Смотрите. В банкоматике можно купить крипту. Пополнить счет со своей картой. Вот так вот. Изучайте, друзья мои, крипту. Наш первый вечер, второй вермея Батуми, начинается с пробования грузинской пищи. Цезарь, это не грузинская, конечно, но мы показали хачапури по-оджарски дряшкой, но другой он боится что-то кушать. Приятного нам аппетита. Какое хачапури. Цезарь очень вкусный, кстати. Очень. Хачапури по-оджарски. Сегодня был такой дождь, поэтому, наверное, несколько дней дождь, поэтому такое наводнение, да, все залилось. Вот откуда сырость. Там Ашкемораданэ, Ашьёна, а нет, я думала, что живут, потому что еще не достроены, да. Вот такой вот парк, вы помните из моих видео. Так, рассказывает о церудене. Чек был 45-10, но я дала 50, ну уж, конечно, Турция не дает таких чаевых, да, я сказала, кармические семена надо посеять. Послушивание хорошее, еда была очень вкусная. Вы видите, а озеро, осень пришла. Мы привезли осень, мы не знаем откуда. У нас так тепло в Мерсине. Так романтично. Романтика, аж кейв. Чек романтика. Такой ветер аж вырывает телефон Пионерского озера наполнилось дождей. Пошли мы домой. Что-то у нас лодки дома. Подписывайтесь на мой канал. Со мной вам будет очень интересно. С вами была Светлана Ата. Редактор субтитров Корректор А. Продолжение следует...